МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казани узнавала Анна Городнова. Работы по горло. За минуту тонна 300 литров он выкачивает. Паводок в Казани, в воде бани и домашние животные. Но почему год от года вода приходит в одни и те же районы? Об этом Рамиль Шайдулин. Остались без крова. Основные документы, в общем, удалось сохранить. Как помочь семье Степановых из Казани, расскажет Алина Бережная. Взяли еще одну золотую маску. Надеюсь, что откликнутся фестивали, которые молчали. Нурбек Бэтлоу достоится самой знаменитой российской театральной премии. Золотую маску в руках поддержала Альбина Менебаева. Только что завершился второй матч финала Кукуя Кагарина. В хокисты Акбарса принимали московские ЦСКА. Счет в поединке 2-1 в пользу Акбарса. Следующая игра в среду в 19.30 в Москве. А мы переходим к деловым новостям. Хорошим может быть не только индийский чай. Татарстан планирует создать фармацевтический кластер. Здесь ему интересен именно опыт Индии. С целью изучения и налаживания новых контактов Рустам Мениханов находится с двухдневным визитом в этой стране. Индия уже прекрасно знает Татарстан. Это и наши вертолеты, и КамАЗы, и сотрудничество с Татнефтью и Таифом. О взаимных интересах далее в репортаже. Встречает Рустама Мениханова в лучших традициях. Индия славится строгими обычаями и лекарствами. Первый объект посещения – фармацевтический кластер «Фарма-Сити». В парке, который был образован в 2004 году, работают около 100 компаний. Они производят лекарства, фармацевтические препараты, продукцию для химической и смежных отраслей промышленности. Парк привлекает инвесторов условиями. Меры поддержки позволяют снизить издержки почти на 40%. Рустам Мениханов посетил цех по производству антибиотиков и осмотрел цифровой логистический центр. Этот опыт интересен Татарстану, отметил президент на встрече с представителями штата Антхра-Прадеш. Мы планируем создать такой «Оган-Айс-Ластер». В Индии хорошо знакомы с казанскими предприятиями. Свыше 500 гражданских и военных вертолетов серии «Ми» на службе страны готовятся представлять новый легкий вертолет «Ансад». А о «Камазе» и вовсе поют песни. С Индией работают «Татнефть» и «Таиф». Поставляют каучук, механическое, электрооборудование, изделия из металлов и древесины. Татарстанцы ценят индийский чай, пряности и текстиль. В прошлом году товарооборот составил 215 миллионов долларов. Были времена, когда эта цифра была в 2-3 раза больше. Надеюсь, что наши визиты, они дадут толщок в наших отношениях. И мы превзойдем те цифры, которые были до этого времени. Татарстан также хочет поставлять в Индию суда, газоперекачивающие оборудование, шины, компрессоры. Между торгово-промышленной палатой Татарстана и Советом экономического развития штата Анхарапрадеш. Лисан Сабирова, Марат Хусейнов, ТНВ, Индия. На 2 рубля минимум может повыситься стоимость проезда в общественном транспорте Казани. Перевозчики готовят обращение в комитет по тарифам. Об этом заявили сегодня в мэрии. Обсуждали и новую транспортную схему. Чего ждать и когда? Когда цены повышаются, никто это не приветствует. Я много езжу. То есть в день по 15 пересадок может быть у меня. Последнее повышение стоимости проезда было 2 года назад. Тогда перевозчики требовали плату в 28 рублей. Но госкомитет по тарифам утвердил 25. И вот очередное требование. И здесь, по мнению главы комитета по транспорту столицы, рубль-два проблему не решат. Ведь перевозчики сейчас на грани выживания. Даже по 5% инфляции, 10% это уже 2,5 рубля. Просто по инфляции, если смотреть. То есть вы понимаете. А тут помимо инфляции еще у нас достаточно серьезное повышение было на горюче-смазочные материалы, на запасные части. Не дорабатывают вечерние часы, реже меняют масло. Экономия перевозчиков привела и к дефициту кадров до 30%. Из Средней Азии водители уже не приезжают. Из-за курса валют зарплата в 35 тысяч рублей стала непривлекательной. Станет ли проезд дороже и насколько решит госкомитет по тарифам к концу лета. А пока столица думает над тем, как сделать транспортную схему удобнее. Московский институт, выигравший тендер на разработку, предложил сократить автобусные маршруты и пустить скоростной транспорт. Но для этого нужно повысить тариф в два раза или 4,5 миллиарда субсидий в год. То, что мы мечтаем получить в ближайшем будущем, обозримый будет, зависит это безусловно от экономики и нашей республики, и нашего города, чтобы позволить себе такие вливания в общественный транспорт. Но на сегодняшний день мы понимаем, что субсидии в 4,5 миллиарда в год нам пока не дадут. Но важно, что мы эту работу провели. Ну и также мы не можем поднимать тариф до 49 рублей. От нового проекта исполком отказался, но менять транспортную схему все же придется. Постепенно сокращать дублирующие маршруты и привязывать их к транспортным узлам. Новая транспортная схема должна максимально загрузить метро. Сейчас она глубоко убыточно, загружена лишь на 15% от своей пропускной способности. В Кирске еду без пересадки на троллейбусе, очень удобный стал маршрут. А на горке сначала транспорт, потом метро. Мне приходится вот здесь пересаживаться, а потом, значит, в метро. С метро выйду и снова надо там 2-3 остановки. К 2025 году в Казани прогнозируют 9-ти бальные пробки. Уже сейчас автомобиль почти у каждого третьего. Поэтому новая маршрутная сеть должна быть максимально удобной для всех. Анна Граднов, Лешат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сотни домов и почти 300 человек в деревне Кулмакса Нижнекамского района накануне остались без тепла и газа. Из-за весеннего оползня грунт повредил газопровод. На место приехали специалисты газовой службы. По словам жителей, подобное ЧП там происходит ежегодно. В прошлом году аварийная ситуация произошла в двух километрах от села. Но опасных выбросов не было зафиксировано. На этот раз подача голубого топлива возобновилась ближе к 6 вечера. Капризы весны на этом не заканчиваются. В Татарстане ждут вторую волну паводка. Сегодня метеорологи и МЧС подвели итоги. Четыре затопленных моста и эвакуированные населенные пункты. Шесть пострадавших районов. Пик паводка пройден, но подтоплением грозят северные реки и грунтовые воды. Рамиль Шайдулин выяснял, куда в эти дни может прийти большая вода. И в бане, и в этой бане, и в той бане тоже. Полная. Вообще все. Многие годы семья Зимяных с ужасом ждет потепление. За несколько дней их двор в поселке Борисково превращается в болото. Все заливает талыми водами. И чем выше градус на термометре, тем сильнее потоп. Мы ее на улице нашли. Забрали. А Лизма не хуже, чем там. Здесь ей так же. Тот самый случай, когда хороший хозяин не выпускает свою собаку из конуры. Не только в непогоду, но и даже когда тепло. Потому что когда тепло, здесь топят улицу, дом, баню, все надворные постройки. Борисково лидер обращений на втором месте Вознесение. Сегодня метеорологи и спасатели подвели промежуточные итоги половодья в Татарстане. По-прежнему много воды в городе. Но в этом году, говорят спасатели, чаще виновата не природа. Это сугубо снегозапасы, которые создали сами жители. Вывозя снег и некоторые службы ЖКХ, которые вывозили снег, и в результате положительных температур, вода сугубо собирается в недельных частях. Половодье в городе устраняют казанские спасатели, выкачивая десятки тонн воды только с одного дома. Таких вызовов в день не один и не два. Если подпола воды немного, мы быстро откачиваем, бывает, но долго тоже на адресах уезжаем. Очень много качаем тоже. По информации метеорологов, половодье перешло во вторую фазу. Теперь уже не страшны талые воды с полей, но опасения вызывают реки. Спасатели предупреждают, на Волге еще лед. Вторая волна у нас будет наблюдаться во второй декаде, соответственно, даже ближе к третьей декаде апреля. Это Юго-Восток республики, Тальмитиск, Заянск, Актаныш, соответственно, Ютазийские муниципальные районы. Ну и, соответственно, Северная река, которая притекает в том числе на нашей территории Республики Тарстан. Страшно красиво. Так зрелище на камень называют любители красивых кадров. Они позируют на фоне ледяных глыб, а рядом дежурят спасатели. С каждого водохранилища будет уже 16 апреля вестись интенсивный сброс воды. То есть каждый днём он будет всё увеличиваться. Спасатели признают, лёд со стороны пляжа и причала грозит затором. Причём именно на месте Нижнекамской дамбы. Если она не выдержит, то в зоне потопления тысячи дачников и деревня пробуждения. Спасатели готовы к любому сценарию и даже к спасательной операции. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, Александр Комаров, Фахри Исламов, ТНВ, Казань, Нижнекамск. От большой воды и беды полгода назад спас тонущего мальчика старший сержант полиции из набережных Челнов Виктор Пшениснов. Сегодня он получил медаль из рук министра МВД страны. Владимир Колокольцев в Москве вручил государственные награды. В столицу пригласили 16 полицейских, совершивших героические поступки из 14 регионов страны. Среди них и челнинский полицейский. Его наградили медалью за спасение погибавших. Помощи ждут и в семье Степановых из Казани. Их дом сгорел, спасти удалось лишь документы. Семью с больным ребенком сначала приутили родственники. Сейчас они временно находятся в Казанском детском хосписе. Через две недели их оттуда выписывают. Идти Степановым некуда. Им очень нужна ваша поддержка. Кровать стояла большая. Черные стены, обвалившиеся доски, все, что осталось от дома Степановых. Трагедия произошла рано утром. Семья проснулась от громкого щелчка на кухне. Замкнула проводку в считанные минуты и пожар охватил весь дом. Огонь за 10, наверное, распространился. Ребенок в это время был в гипсе. То есть мы его через окно в огород пришлось вышибать раму. Кое-как успели сами выйти. Мужу уже выйти помогали соседи. Деньги, одежда и мебель все сгорело дотла. Большой и уютный думали на века. В этом доме жили еще родители Гульнары, а позже переехала и она сама, с мужем и двумя детьми. После пожара Степановых на время приютили родственники. Дайте мне винтовку, я пойду на бой. Меня никто не тронет. Я маленький герой. Ортопедический матрас, кресло, коляска и тренажер. Вместе с домом сгорели средства реабилитации для Артема, сына Гульнары. Мальчик родился с диагнозом ДЦП. После пожара состояние ребенка ухудшилось. Под свое крыло семью временно взял казанский детский хоспис. Здесь для ребенка и общение с другими детьми и нужный уход. Вне очереди их взяли в хоспис, поддержать ребенка. Так-то с ребенком погореть. А когда еще ребенок инвалид и тяжело болеет, это, наверное, втройне. Хоспис помогает всем, что может. То есть они здесь обеспечены всем. Сейчас состояние Артема стабильное. Через две недели семью выписывают из хосписа. Им снова некуда идти. Просорный дом, уютные комнаты, зеленый сад. Вот о чем мечтают Степановы. Собрать деньги на восстановление дома самостоятельно они не могут. Все средства уходят на поддержание здоровья Артема. Татарстан не без добрых людей. Помочь восстановить семейное гнездышко может каждый желающий. Реквизиты банковского счета на экране. Алина Бережная, Марацин Гараев, ТНВ, Казань. Отучился от работы. Выпускников-бюджетников могут отправить на обязательную отработку в госучреждения. Такой законопроект сегодня внесли в Госдуму. Если же выпускник отказывается отрабатывать, то он будет обязан возместить государству затраты на свое обучение. Вы спросили казанцев, что они думают по этому поводу. Быть уверенным в завтрашнем дне, что завтра ты будешь работать по специальности, потому что сколько у нас ребят работают по специальности, в этом есть здравый смысл. Люди уже осознанно должны подходить к выбору профессии, потому что они 5 лет должны будут именно проработать там по специальности. То есть это, с этой стороны это позитивное решение. От Думы вообще должно быть два пути. Кому-то, если ты хочешь работать, если хочешь не работать. Человек, который отучится, у него получается сразу будет работа, сможет застроиться на работу и получить достойный опыт. Права немножко ущемляются. Люди хотят работать в определенных местах. Поэтому 5 лет, наверное, много. Год-два, может, достаточно. Если они их трудоустроят, то тогда, почему нет, пусть работают. Я считаю, что хорошо. Если государство потратило какую-то сумму на человека, человек, наверное, должен возврат какой-то сделать государству, хотя бы работая там, куда государство его отправит. Это новости Татарстана и далее в выпуске. О Татарстане в целом и о мусоросжигательном заводе в частности. У нас есть примеры успешные. Что федеральный политик думает о событиях в республике, узнал Дмитрий Иринин. Взяли еще одну золотую маску. Надеюсь, что откликнутся фестивали, которые молчали. Нурбек Бэтлоу достается самой знаменитой российской театральной премии. Золотую маску в руках поддержала Альбина Минебаева. В Татарстане открылся форум молодой гвардии. Тысячи участников будут делиться своими идеями и проектами. В Иннополисе с молодежью сегодня пообщался Андрей Турчак, заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генерального Совета Единой России. Почему он одобряет строительство мусоросжигательных заводов и что думает по поводу резонансной фразы Фатыха Сибагатулина, узнал Дмитрий Аринин. Язык не повернется, значит, называть республику Татарстан пилотным регионом. Это регион пионер. Это регион пионер во всем. Городская среда, ну просто, это лидер. Комплиментом поддержав Татарстан, Андрей Турчак считает, что нужно поддержать и строительство в республике мусоросжигательного завода. У нас есть примеры успешные, там где и мусороперерабатывающие мощности вводятся, и мусоросжигательные заводы построены. Поэтому движение в этом направлении должно быть продолжено. Федеральный политик сегодня объяснил, что ждет всех россиян с принятием в стране антисанкционного закона. Парламентарии хотят ограничить ввоз в Россию товаров из США и их стран-союзников, в особенности лекарств. Это вот такая, не знаю, там, с запасом резинка растянутая, в рамках которой тот или иной набор мер может быть применен. То есть это возможность для правительства. Поэтому реагировать впрямую, что вот эта группа товаров, эта продуктовая группа или иная будут запрещены, вот там завтрашнего дня не стоит. Геополитика в условиях обострения, новые проекты молодой гвардии, будущее образование. Журналистов интересовало все. И, конечно же, инцидент с Фатихом Сибагатулиным. Как считает сенатор, он исчерпан. Напомним, ранее широко известность в стране получила высказывание депутата Татарстана, который назвал журналистов слугами. Важно признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Это говорит о силе человека и о его здравом уме. Я думаю, что инцидент, если можно так выразиться таким языком, инцидент исчерпан. Еще и сенатор поведал, что татарстанцы помогут разработать законодательство по цифровой экономике. Представители республики пригласили в экспертный совет Совета Федерации. Дмитрий Айринин, Андрес Интальцев, ТНВ, Иннополис. Телеканал Шоян ТВ сегодня презентовали депутатам Госсовета. Татароязычный телепроект – это симбиоз собственных программ и стороннего контента. Для этого глобального проекта нужны собственные национальные кадры. А с ними сейчас беда. Как раз их нехватка стала еще одной важной темой заседания. Салям, Гумин Шоян! И всегда Шоян ТВ! Не только в эфире, но и в стенах Госсовета. Сегодня зрителями уникального телеканала для детей от 3 до 15 лет стали депутаты. Они оценили то, над чем работает целая команда не только телевизионщиков, но и педагогов. На вооружении самый успешный опыт коллег. Это Дисней, BBC Kids. Также мы опираемся на опыт стран, близких к нам по менталитету. Это телеканалы Чуджук, Турция и Балаплан Казахстан. В эфирном меню Шоян ТВ больше 20 оригинальных программ, игровые шоу, а также художественные документальные шедевры мирового уровня в татарском дубляже. На родном и полюбившиеся российские мультфильмы «Фиксики» Маши и Медведь. Это популярные проекты, которые дети с удовольствием смотрят на других каналах на русском языке, а на ТНВ они смотрят на татарском языке. То, что мы ждали. Такие современные мультфильмы очень востребованы для детской аудитории. К тому же ведущие, сами дети. На своих ровесников интереснее смотреть. Сейчас собираются творческие группы по производству необходимых программ. В том числе это же дети, с ними тоже надо работать. Поэтому у нас сейчас идет процесс подготовки. Самое главное, мы должны ответить на все ожидания, которые сегодня присутствуют в нашем обществе на появление этого канала. В тестовом режиме полчаса в день канал работает с 1 февраля. Цель – круглосуточное вещание. Для этого нужна собственная студия. Другой важный момент уже для всей журналистики в республике – подготовка кадров, тем более национальных. Ведь бюджетных мест в университете для них больше нет. Надо ставить вопросы и просто включать в финансирование бюджет, просто включать это, прорабатывать. Ну и потом, конечно, заключать договоры, чтобы они здесь отрабатывали эти... А пока в масштабах Татарстана вопрос решается, наш телеканал уже готов обучить за свой счет трех талантливых выпускников школ носителей татарского языка. Для этого надо пройти наш конкурс, первый этап которого идет прямо сейчас. Возможно, именно тебе повезет получить диплом журналиста и стать одним из нас. Лина Зинатульна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Телекомпания уже начала получать первое эссе от желающих стать журналистами. Напомним, ТНВ объявила конкурс на грант. Три победителя получат беспрецедентную возможность учиться в Высшей школе журналистики КФУ за счет телеканала. Итак, 11-классникам, носителям татарского языка до 19 апреля нужно заявиться на конкурс. Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru. Заходим на главную страницу, находим справа специальный баннер конкурса, открываем положение и добро пожаловать. Свои работы нужно прислать на электронный ящик PR нижнее подчеркивание ТНВ собачка Мэлэру. Оставили позади американок и китаянок. Татарстанские математики привезли золотые медали с международной олимпиадой во Флоренции. Наши участники составляли половину национальной команды России. Как к спортивным и культурным достижениям республики добавилась еще и математика, узнал Сергей Хайдаров. Да, медаль тяжелая. Мы очень рады этой поездке. И я счастлива. Если обычно люди едут во Флоренцию отдохнуть от работы или учебы, то эти девушки напротив отправились в Италию решать математические задачи. Сборную страны по математике представляли сразу две татарстанки. Для Дианы Гайнудиновой эта олимпиада была первой. Я не смогла решить последнюю задачу, но думаю, что даже с четырьмя-пятью задачами это хороший результат. Не просто хороший, а лучший. Наша команда обошла американок и китаянок на 16 баллов. А это по меркам математиков двукратное преимущество. Здравствуйте, я корреспондент. Ответьте, пожалуйста, на такие вопросы. Вчера простые школьницы, сегодня звезды. К такому вниманию прессы Элина Телешева почти привыкла. Элина Телешева рассказывает, что задачи международной и всероссийской олимпиады – это небо и земля. Для мальчишек и девчонок со всей Европы это не только возможность показать себя, но и найти новых друзей. Очень хорошо пообщались с ребятами из Украины, из Белоруссии. Познакомились с девочкой из Польши, из Румынии. Следовательный четырехугольник ЕАТИ, как он писаный. Европейский триумф – не повод для отдыха, говорят математики. Поэтому уже сегодня они снова в центре одаренных детей. У них все почти как в спорте. Книги, тетради и ручки – это тренажеры, а преподаватель – тренер. Вот сейчас у нас тут общие сборы по подготовке с Российской олимпиадой, 10-дневные. Вот приехал преподаватель из Санкт-Петербурга. А этот поезд привез в Казани из Санкт-Петербурга еще одну победительницу. Тоже олимпиады, но только по технологии. Проект Адели Назыровой стал лучшим из почти 200 работ со всей страны. Выпускница 145-го лицея Казани создала одежду с элементами развивающих игр для детей. На олимпиаду поехала мама и мой братик. И мой братик был почти модель. Несмотря на эту победу, Адели Назырова считает, что главный вызов еще впереди. Уже летом ей предстоит сдавать единый государственный экзамен. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Шестая по счету золотая маска у татарстанцев. Танцор и хореограф Нурбек Батулла стал обладателем российской театральной премии. Его отметили в номинации «Балет. Современный танец» за спектакль «Алиф», постановка которой языком тела Батулла рассказывает о перипетиях татарского алфавита. Альбина Минибаева пообщалась с победителем. Наверное, скажу то же, что и все. Рознавт Милина, Дианина. Татарская речь со сцены Большого театра так редко, когда благодарят за вручение золотой маски. В этом году ее взял казанец Нурбек Батулла. Так выглядит золотая маска, которую мы получили вчера. Мечта каждого театрала теперь и в руках Нурбека. Маска пришла к нему за постановку «Алиф» о перипетиях татарского алфавита ритмом и телом. Наши корни сократились до ста лет. Самое древнее, что мы можем вспомнить, это тукай. Вот чтобы это как-то переосмыслить эмоционально, энергетически. Его движение – это буквы и слова. Инструменталисты, вокалисты ловят ритм Нурбека. Поэтому сам танцор говорит, что это не моноспектакль и заслуга общая, а цель одна. Если мы хотим жить как народ, как живой народ, незаконсервированный, то нам надо быть живыми, как бы это странно ни звучало, нам надо быть конкурентоспособными. Маска Батуллы стала шестой в копилке татарстанских театралов. В первом премии он взял «Казанский тюз». Маску в свое время также вручали Минтимиру Шаймиеву, режиссера Камаловского театра Марселю Салимжанову, оперной диве Альбине Шагамуратовой. Маска есть и у актера Рината Тазидинова. Сегодня звездный час Батуллы. Танцор великолепный и человек прекрасный. Танцором ты можешь и не быть, но человеком быть обязан. Больше показов и откликов от фестивалей. Нурбек ждет отмазки новых возможностей, чтобы о татарском узнали многие. Альбина Минебаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. До свидания. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленков фасад сделала? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Только в апреле в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей? Это реально. Только в апреле «Кан-Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобиле «Лада». Действует государственная программа «Кан-Авто». Мусина, 37. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно веко. Клиника «Кузляр». Четырёх водителей на ХХРу нашёл. Последняя машина, как тебя ждала. Завтра в рейс выйдешь. Вот уже внесла первый взнос за кредит. Я же нашла работу на ХХРУ. Могу себе позволить. Мне пришла подборка вакансий, и я выбрал эту. ХХРУ. Работа найдётся для каждого. Казань собрала лучших спортивных гимнастов страны. Сегодня на железнодорожном вокзале столицы встретили главных триумфаторов мировых турниров. Среди которых есть и двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина. В турнире примут участие более 150 лучших спортсменов со всех регионов страны. Основной костяк сборной будет формироваться по итогам чемпионата. Призёры получат прямые путёвки на чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В этом году турнир Старого Света примет английский город Глазго. Удачным результатом будет просто выступить и вспомнить соревновательный режим. Никаких целей я не ставлю. С отличными эмоциями приезжаю я, потому что мне нравится выступать в Казани. Я был на универсиаде здесь в прошлом году на чемпионате России. Хорошие зрители, хорошо приветствуются, зал отличный. Мне нравится в Казани. Соревнования очень важны, поскольку это первый этап отбора на чемпионат Европы. То есть это как пройдёшь чемпионат России, и тут, соответственно, спортивный принцип с первого по третье место попадает на чемпионат Европы. К новостям баскетбола. Казанский уникс на своей площадке переиграл Астану в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Решающей в матче стала вторая половина встречи. К большому перерыву Астана вела в счёте с разницей в 12 очков. Однако уже в третьей четверти растеряла своё преимущество. В заключительном игровом отрезке уникс вовсе не дал соперникам набрать даже 10 очков, доведя матч до закономерной победы. Итоговый счёт встречи 90-75. В завершении вводное поло в Казани прошёл второй день 14-го тура Суперлиги чемпионата России. В ответ на матч «Синтез Вор» и «Штурм-2002» наши ребята, к сожалению, уступили подмосковной команде со счётом 3-8. А вторая игра между «Синтезом» и «Астаной» вновь завершилась уверенной победой казанского коллектива 15-7. Эта победа позволила основной команде уверенно закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. «Синтез Вор» расположился на шестом месте. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Во вторник жители республики ожидают солнечная и сухая погода. Ночные температуры по-прежнему минусовые, а вот днём температуры станут ещё выше. Подробнее после интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево будет ясно и около 8 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге перемены облачность и 7 градусов тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске столбики термометров покажут плюс 6, тут перемены облачность. На северо-западе, Варске, Кубмаре, Балтаси также без осадков и до 7 градусов выше нуля. На юго-западе республики будет теплее, чем в других районах, тут до плюс 16 и солнечно. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет ясно и до 10 тепла. В среду ночные температуры станут плюсовыми, а вот днем пройдут дожди. В Казани облачная погода с прояснениями плюс 5, плюс 7. Ветер юго-восточный слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лыла Латыпова. Увидимся на ТНВ.